Узел накидная петля Это отличный узел для привязывания крючков с лопаткой. Особенность данного узла это его конструкции. Узел устроен таким образом, что чем сильнее натягивается леска, тем крепче он затягивается. На первый взгляд узел может показаться сложным, но уже через несколько тренировок вы будете вязать его легко и быстро. Приступаем к практике. Итак, вначале мы должны положить нашу леску таким вот образом. Вот. Длина вот этой вот петельки, вот эта, должна быть где-то примерно 10 сантиметров. Теперь вот в этом месте, где лески пересекаются, сюда мы должны положить лопатку нашего крючка. Сейчас возьму, покажу это поближе. Вот видим, лески пересекаются. И вот сюда мы укладываем лопатку крючка. И это место зажимаем двумя пальцами. Фиксируем. Теперь же наша задача, вот этой вот нижней частью петли, сделать где-то примерно 8 оборотов вокруг цевья крючка, в верхней части петли и вот этого вот конца. Вот берем нижнюю часть петли и оборачиваем вокруг всего, что я сказал. При этом с каждым оборотом контролируем, чтобы вот этот вот конец, который у нас свободный, чтобы он нигде не запутался за петельку вот эту, когда мы будем оборачивать, чтобы он всегда и шел вдоль цевья крючка. То есть при каждом обороте, если видим, что он где-то зацепился, мы его поправляем. Вот он, как правило, в эту петлю заходит, мы его должны отсюда доставать. Вот, когда мы сделали последний оборот, вот еще один сделаем. Когда мы сделали последний оборот, наша задача вот эту вот петлю максимально уменьшить. Для этого нам нужно вот этими вот пальцами зафиксировать вот эту скрутку, которую мы сделали, и потянуть за основную леску. Чтобы вот эта петля максимально уменьшилась. вот, петли этой практически уже и не видно. Все, теперь нам нужно все это дело смочить и затянуть за основную леску и за вот этот вот оставшийся конец. вот затягиваем, поднимаем эту скрутку вверх, чтобы она уперлась в лопатку. И еще затягиваем уже окончательно. Основная леска должна всегда выходить над лопаткой, внутри крючка, если она будет так выходить, то если видите, получается, что цевьё плавно переходит в основную леску. Получается, как будто бы это одно целое. И при этом крючок будет ровно свисать, не будет наклоняться в сторону. Все, вот наш узел готов. Теперь нам единственное, что осталось, обрезать лишнее. Лишний этот конец. Оставить нужно где-то полтора-два миллиметра. И все. Крючок привязан. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. До встречи в новых фильмах. Всего доброго.